Зима в Петербурге в этом году наступила стремительно, в ночь 29-го, на 30-е ноября выпало 12 сантиметров снега, а за сутки все 15. В итоге петербуржцы постарше на работу с утра пробирались по сугробам, до того у детворы появилось сразу несколько горок. Самая большая, наверное, здесь, на Гражданском проспекте. Так, ребята, подвиньтесь. Ну что, поехали, а страшно. Сровый циклон Бенедикт пришел в Петербург всего на два дня. Для автовладельцев и коммунальных служб он стал непростым испытанием. Зато любители экстремальных видов спорта наслаждались ветром и снегопадом на льду Финского залива. Майами и не снилось. Но все-таки кайтсерфинг – это экстремальный вид спорта, что называется не для всех. Более традиционная, зато куда более массовая зимняя забава – хоккей на открытом воздухе. Всего, по данным комитета по спорту, в Петербурге есть 243 катка. При этом бесплатных площадок только 160. На всех остальных вход от 500 рублей и дороже. Хоккейная площадка на улице Савушкина. Местный житель Сергей Челноков. По профессии – детский тренер. Каждую зиму он сам заливает каток для местных мальчишек. Вот и сейчас готовит площадку к зиме. Если выпал первый снег, значит и первый лед не за горами. Сергей говорит, что это ежегодная дополнительная работа для души. Как-никак путь любого чемпиона начинается в хоккейной коробке во дворе. Уж он-то знает. К тому же заливка и содержание тех же хоккейных площадок даже на протяжении всего зимнего сезона не стоит каких-то космических денег. Это стоит такие копейки. На воду надо за сезон сюда потратить максимум тысяч пять. Свет, ну смотря какие лампы поставить. Ну допустим свет, если все время сжечь обогреватели или еще что-то отапливаться, ну тысяч пятнадцать за зиму. Если добавить сюда обслуживающий персонал, то там зарплата конечно увеличится. Но и все. Если такого энтузиаста во дворе не находится, вся работа на совести районных центров спорта. Тут уж как повезет. К слову, никаких нормативов, сколько квадратных метров льда должно быть зимой в нашем городе, ни в каких документах не прописано. Как и отдельных нормативов по технологии заливки катков и хоккейных площадок. Заваливший Петербург снег на этой неделе убирали всем городом. За два дня его выпало больше миллиона кубометров. Вручную справиться невозможно. Хорошо, что есть уборочная техника, появившаяся еще в довоенном Ленинграде. Она с каждым десятилетием становилась все эффективнее и эффективнее. Сейчас в распоряжении коммунальных служб Петербурга больше 1700 машин. И это уже не те газы из прошлого, когда металлические щетки для уборки улиц наматывались вручную и служили не больше суток. А у нее есть какая-то жесткость, грубо говоря? Да, конечно. Это пропиленовая щетка, вот если ее посмотреть, очень жесткая. А из чего эти сделаны? Полипропилен. Полипропилен. Да, это кассетная щетка, вот мы видим, да, у них бороздки такие вот. А если посмотреть, она еще волной вот такой вот сделана, наматывается, чтобы охватить меньшим количеством большую площадь. На этом мини-тракторе для уборки тротуара точно такая же щетка, только чуть меньше, как и на этой ручной машине. Но такой малыш в несколько раз быстрее лопаты. Разумеется, если приноровиться. Давайте посмотрим на результаты моих трудов. Вы ведь профессионал. Скажите сразу, что неправильно. Ну, здесь нужен навык, конечно, пользоваться. Нужно научиться именно прижимать, чтобы за собой, наверное, оставлять чистую полоску. Видите, вы начали, было очень хорошо, да? Начал за здравие. Прошли, да. А закончил? Да. Этой зимой новое слово появилось в лексиконе коммунальных служб. Дворник-шеринг. Социальный эксперимент одного из городских жилкомсервисов. Желающим помочь в уборке города здесь готовы выдать лопату, жилет и 150 рублей за час работы. Ну, как тут удержаться? Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Мы вас ждали. Какие требования к кандидату? Паспорт, ННМ и страховое свидетельство. Желание работать. И силы. А хорошо. А если вот вы смотрите на человека, а он подозрительным вам кажется? Подозрительный как? Ну, какой-нибудь унеядец с виду. Не бывает такого? Нет. Таких еще не было. А что-то может быть дополнительное полагать? Можешь путевку в санаторий какая-то нет по итогам трудового? Вы устраиваетесь по гражданско-правовому договору. Не по трудовой. Так что не надо. Не рассчитывай, да? Все? Да. Так быстро и просто? Да. Сотрудники ЖКС рассказывают, что желающих попробовать себя в непростой профессии дворника, тут, кстати, нет никакой иронии, уже несколько десятков. Но большая часть соискателей инвентарь возвращают уже после первого часа работы. Все-таки этот эксперимент в первую очередь про энтузиазм, а уже потом про возможность подзаработать. Самый первый наш помощник, который к нам самый первый пришел, самый первый подписал договор, это человек достаточно пожилой, он предпенсионного возраста, у него нет постоянной работы, у него есть подработки. Даже больше он хочет не столько денег, сколько физически размяться. Это он озвучил, что ему очень нравится убирать снег, и вот он хочет и подработать, и заняться физической нагрузкой. Культура шеринга в переводе с английского делится, явление для нас, конечно, не новое. Самая популярная разновидность это кар-шеринг, аренда автомобилей, в последние годы у всех на слуху кик-шеринг, то же самое, только с электросамокатами. Дворник-шеринг, термин, конечно, с оттенком иронии, без улыбки на лице не скажешь, но ведь суть одна и та же. Вот есть у тебя желание убрать снег у себя во дворе, например, на детской площадке, но нет инструмента той же лопаты, пожалуйста, приходи, бери и работай. А вот с очисткой кровли от снега, увы, так просто не справишься. Тут и специальная подготовка нужна, и альпинистское снаряжение. А вовремя не уберешь на скатных крышах в центре города, тут же образуются сосульки. Решение этой проблемы давно найдено. Холодный чердак. Технология очень простая. Изолировать все возможные пути, по которым теплый воздух может попасть на чердак и растопить снег на крыше. Вот это центральное отопление. Да, под каждый диаметр трубопровода применяются разные толщины изоляции. Изоляция выполнена из минеральной ваты, также самая фольгированная, но с разными толщинами, под каждый диаметр. Холодный чердак на самом деле не только вопрос безопасности, но и экономии. Не надо вручную сбивать сосульки с крыши, соответственно, и квартплата меньше. В общем, сплошные плюсы, когда на чердаке минус. Зима, так смело сменившая позднюю осень на этой неделе, только набирает обороты. Теперь остается гадать, а какой она будет? Снежной и морозной или серой и промозглой? Тут даже синоптики бессильны. В городе здесь тяжелее говорить. Вот сейчас его много, да, все жалуются много снега. Но уберут его, встанет антициклон холодный, уберут весь снег. У нас будет голый асфальт опять, да, вроде и мороз стоит, а голый асфальт. Я думаю, зима будет настоящей, потому что нам уже, так сказать, с самого начала, декабрь, показал свой характер, да, показал и температуру свою, так сказать, и снег, который выпал, причем этот снег будет дальше продолжать идти. Снежная погода в Петербурге на этой неделе кого-то порадовала, кого-то огорчила. Но факт остается фактом. Зима наступила, но нам и не привыкать. Ведь не даром именно наш город, северная столица России. Александр Лисицын. Пульс города.